Как территории рабов и территории, от которых нужно получить максимум пользы, полезные ископаемые и так далее. Даже из того же самого Египта, сколько было вывезено в Англию тех же самых ценных вещей периода фараона. Например, в Англии есть музеи. То есть достаточно воинственные были столетия, последние против мусульман, против мусульманских территорий, причем богатых территорий. И даже если брать наиболее последний тот же самый Ирак, когда на сегодняшний просто они уничтожены были, разграблены в величайшие музеи того же самого Ирака в Багдаде. То есть просто никто об этом не говорит. Поэтому нужно учесть вот этот момент. Соглашусь, что, как говорят, что живопись, она процветала в Европе в период Ренессанса и так далее, был период рассвета и в то же время было много сложностей, было много притеснений и самых разных сложностей и трудностей. Об этом сейчас тоже. Порой книги пишут о том, что таланты порой рождаются, появляются и прямо целые поколения талантов появляются в очень тяжелых условиях. Но опять же подходит с точки зрения того, что здесь не только условия, сколько была практика людей с детства заниматься тем или иным. Поэтому это одно. Второе, информационно, последние столетия мусульмане, то есть информационно регулируемо, все очень здорово, это про английское и про американское, на Америка уже как бы вошла. Или как одну из книг, по-моему, Том Питерс я слушал, там говорилось о том, что посмотрите, даже кто-то из современных авторов, по-моему, в кабинете фотография, на которой изображены Рузвельт, Черчилль и Сталин. После Великой Отечественной войны, то есть после Второй мировой войны, они делят мир. Поэтому и деления таковые, последние столетия они происходили силой и все преподносилось, как спасение. На сегодняшний день, как очередное письмо вчера было, мы не будем его вешивать в блоке, но письмо вчера разочитывали мне, мы ответили, по-моему, даже просто коротко что-то ответили, там человек просто делится. Человек сам работает в Афганистане, и он говорит о том, что беспредел того, что там творится, все это там талибы проамериканские и так далее. Интересно, говорит, взрывают не казино и публичные дома, а взрывают магазины и школы. Талибы тоже, говорит, странно, то есть те же самые талибы, они постоянно процесс вот этого именно внесения, чтобы общество не развивалось, то есть из общества же находят каких-то сумасшедших, которые в состоянии постоянно именно такое деструктивное, то есть тормозящее. И то же самое, что сейчас произошло с Каддафи, та же самая ситуация, как говорили, то есть одно из наиболее развитых арабских государств, его откинули на несколько десятилетий назад. И подход тот же самый подход, который был сто лет назад, захватнический подход Европы. Поэтому с точки зрения информации, что она здоровая и что она достаточно объективная, я считаю, что нет. Поэтому во многих вещах даже я сталкивался со СМИ не одну сотню раз, это и печатные СМИ, и телевизионные, и радио, и внутреннюю кухню так более-менее знаю. Поэтому особенно телевидение, я давно разочаровался в нем. И когда был в Мальте, как раз с детьми ездил, чтобы язык изучали, наиболее так оптимально, наиболее и в среде, и в то же время не так дорого, но гостиничный номер такой, как оптимальный, цена-качество, и так, чтобы дом можно было готовить, то есть кухня. И вот на кухне телевизор. Когда я находился, там дети одно, другое кушать готовились или кушали. Временами я включал новости специально, здесь я не смотрю новости. Мне было интересно, BBC, новости я включал, смотрел, что показывают. Например, одним из основных вещей, которые в те дни, буквально несколько недель назад было, это то, что Бен Ладен якобы его нет, и на весь экран периодически показывают какого-то товарища с бородой, с шапкой такой специальной, все такой серьезный, грозный, что мы тут сейчас туда-сюда новый. Короче, и написано на английском, что новый лидер аль-Каиды. BBC его конкретно продвигает. То есть вот именно, это новый, 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 вот этих новых его продвигают, раскручивают. А потом скажут, вот этот новый, он там-то появился, нам нужно тут пробомбить, тут остановить, тут эмбарго поставить, вот и все. И вот это, к сожалению, пока это замкнутый круг. И воли, конечно же, так как экономическая ситуация в Америке и в Европе ужасающая. Внешний долг, да, если это ВВП равен в Америке, сколько-то триллионов долларов, и то все это очень сложно. В Европе сейчас реально, там даже показывали Грецию, в том числе по BBC, там страшнейшие беспорядки. Я не знаю, как здесь показывают или нет. Там страшнейшие беспорядки, потому что люди привыкли высокие пенсии, еще что-то. А здесь все. Государство сейчас с молотка продают. То есть, внешний долг, не помню, там 350, по-моему, миллиардов евро. И это полтора у них ВВП. И на сегодняшний день правительство, дабы поддерживать социальную, вот этот вот соцпакет, правительство продает телефонию государственную, платные дороги в частные руки. То есть ситуация в Европе, но информационно Америка и Европа очень сильны. Но в то же время BBC показывает Индонезию. Во-первых, реклама Индонезии вообще прекраснейшая реклама. Индонезию показывает или Малайзию, по-моему. По-моему, Малайзию очень красивая реклама. И в то же время периодически проходят какие-то сюжеты, какие-то биотехнологии, какие-то институты. По-моему, целый документальный фильм был про Малайзию. Насколько там сейчас наука развивается очень быстро. Поэтому технологии того же самого Дубая, если брать Том Петерса, который говорит о совершенстве. И брать того же самого шейха Дубая, который начал все это. Как один человек сказал мне, что смотрел какой-то документальный фильм, в интернете скачал. Там этот шейх Дубая, который начал все эти преобразования, он просто камера снимает, там черно-белая. За ним пустыни и старые лачуги. Ничего нету. Я последний раз в Дубае был, наверное, года три прошло. Там вообще просто невероятно. Я один фильм смотрел, до конца его не досмотрел, но смотрел, как они строились. Они попали тоже в кризис. Были сложности, были трудности. Не в последний кризис, а в предыдущий. Были теракты, как раз 11 сентября. И у них резко упала посещаемость туристическая. Это у них очень здорово экономически по ним ударило. И все это они прошли его реально на пустом месте. Они начали лучший порт в мире сделали. Лучше вот это, лучше вот это. То есть на сегодняшний просто-напросто. И из того, что даже я читаю, из того, что я общаюсь, а я читаю не так много научно, там еще что-то. Но из того, что я вижу, очень много сейчас и в Америке, и в Европе мусульман в научных кругах, в самых разных. Может быть, они не Билла Гейтса, но вторые люди, третьи люди в крупных компаниях очень много. И они вносят огромный вклад, но при этом они не поднимают зеленые знамя и говорят – я мусульманин, я тут Аллах Акбар, ради Аллаха что-то делаю. Люди просто, как бы здесь не нужно это как-то разделять или еще что-то. Человек следует мусульманской культуре, что я в соответствии с ней, с христианской, еще что-то, кто-то там атеист. Это на сегодняшний день не этично прямо-таки позиционировать, что я этого добился, потому что я мусульманин. Но огромное количество вклад на сегодняшний день огромен. Поэтому, с одной стороны, искажение истории. С другой стороны, с учетом английского правления последние столетия мирового. С другой стороны, искажение современности. С учетом сложности европейских и американских, им необходимо регулировать, что к чему как. И даже я, например, мы с вами наверняка, сколько я в школе даже учились, мы же знали, что было в свое время Хиросима и Нагасаки. В Японии те же самые атомные бомбы. Америка никак за это не ответила. Это одно. И когда я читал основателя Сони книгу и начал ее читать, я как раз тогда был военным инженером, по-моему. Когда он описывает эти взрывы, атомные взрывы в Японии. Это что-то. Я думаю, что он не особо приукрашивает, потому что он бизнесмен мирового уровня. Но в то же время глобальность разрушений и то, насколько откинули Японию назад, это просто невероятно. Эти атомные взрывы, он говорит, там просто город, его нету. Целый город был, его просто нету. Представляете, сто лет назад. Примерно сто лет назад. Поэтому, самых разных. Но это как преступление, как такое глобальное преступление. Как преступление против человечества. То есть на уровне Японии это осталось. Они относятся к этому до сих пор. На высоком уровне и по чтению, и памяти об этом. А в мировой практике, я в обычной школе учился, или из обычного общения, или из обычного чтения. Я не чувствовал информационно такой масштаб разрушения и уничтожения людей. Когда оговаривались те же самые взрывы в Японии. Хиросима и Нагасаки. Поэтому информация на мусульмане, да, последние пять веков, какие-то территории мира, последние два века, под серьезным натиском, под серьезным давлением, и в том числе физическим уничтожением, отстали в каких-то вопросах. Но это не говорит о том, что они отстали, или они малоактивны, или еще что-то. Мне кажется, мое убеждение то, что мусульмане, они при том, что их миллиард, полтора миллиарда, они вносят огромный вклад в мировую экономику и в науку. Просто-напросто, как сказать, это настолько разные, настолько много людей, настолько разных, настолько каждый по частичке, по крупице вносит этот вклад. Поэтому как-то брать это все, собирать и говорить, вот мы тут такой вклад внесли. Я думаю, что особо никто этим не занимается. Тем более, что, опять же, одна из очень важных вещей, когда тем или иным занимаются, над тем или иным работают, оно как-то постепенно, постепенно начинает появляться. А когда никому это особо не нужно, каждый занят своим делом. Поэтому, собирать именно эту информацию, нет такой необходимости. Никто не видит в этой особой необходимости, ну и зачем. И мое все-таки видение, что лет десять-двадцать пройдет, но именно мусульманские имена, фамилии или вообще даже. Многие не меняют имена и фамилии и становятся мусульманами. Это реально очень серьезные произойдут изменения, потому что последние два десятка лет, три десятка лет, например, если брать Афганистан, то есть настолько тяжелых условиях отдельные регионы мусульманские жили, что, конечно же, это в том числе взрывало внутренние потенциалы людей в хорошем смысле, что они просто-напросто начинали на собой работать или искать другие территории, другие страны для реализации себя, как людей. Поэтому, я думаю, что у этого будет еще немало таких позитивных преобразований. Наверное, все. Давайте я в итоге прочитаю дуа и скажу вам всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok